Спортивный городской округ. Условия для физической культуры, их совершенствования, важная составляющая в пропаганде массового спорта, здорового и активного образа жизни, чему уделяется большое внимание. Даже в отдаленных от центра Щелково населенных пунктах люди от мала до велика занимаются футболом, хоккеем, легкой атлетикой, боевыми искусствами и многими другими видами спорта. Выездное заседание на спортивных объектах провела профильная комиссия Совета депутатов. Вместе с руководителями Щелковской спортивной отрасли посетили ряд учреждений от Фрянова до Гребнева. Первым в списке объезда депутатов стал спортивно-досуговый центр «Факел» во Фряново. Здесь руководствуя тренером и самим спортсменам есть чем гордиться. Развивается свыше десятка видов спорта. На базе «Факела» занимается более 700 человек, как юных фряновцев, так и людей пожилого возраста по программе «Активное долголетие». Центр включает в себя лыжную базу, залы боевых искусств, художественной гимнастики, тренажерный зал и стадион труд, а также пять плоскостных сооружений. Вопрос выносился в частности о переорганизации физкультурного фоков «Факел» – это Фрянова, Огуднева, Литвинова, Гребнева – два варианта. Или их все вместе на базе Огуднева сделать, во главе с Огудневским фоком. Или еще второй вариант – это фок Огуднева, себя будет вмещать Гребнева, Литвинова и Трубино. А болезненный вопрос – это все-таки фок-факел. Как он войдет в Огуднев? Говорили о дальнейшем развитии массового спорта как об одном из приоритетных направлений этой сферы. Конечно же массовый спорт. Если мы видим Щелково с их блестящими сооружениями, это фок Дальний Воронок, Ледовая арена, это УСК. И также мы видим, что и там жители у нас ощущают нехватку. Прежде всего в бассейне, в гимнастических залах. Что уж говорить, в поселении, которое находится на удалении. В Огуднева же развитию различных видов спорта способствовало открытие фоком. Помимо этого на территории села и соседнего Протасова есть мини-футбольные и универсальные спортивные площадки. Сам же фок – территория практически в 3000 квадратных метров для занятий различными видами спорта. Работают здесь как инструкторы клуба «Селена», так и тренеры из спортивной школы, а также детско-юношеской спортивной школы Щелково. Гордится своими достижениями и спортивный клуб «Литвийного» – объект практически 2 гектара земли – территория активного образа жизни. Она позволяет заниматься и добиваться результатов в различных видах спорта. Очень много занимающихся спортивные секции в основном рассчитаны на детей, и они бесплатны. Но в последнее время, учитывая тенденции губернаторской программы «Активное долголетие», у нас развилась группа женского танцевального направления. Также депутаты посетили спортивные объекты в Трубино, Богослово и Гребнево. Хочу отметить, прежде всего, на местах – это люди, которые безгранично преданы спорту, физкультуре. Они своим энтузиазмом, своим трудом, примером притягивают обыкновенных людей. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.